Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня я начинаю ваш день с этим каждым проветриванием утра. И слушайте, какой у нас каждое утро такой звук. Ну, наверное, на весну напевают. У нас всегда это пение птичек, все хворобушек, синичек, все поют и все друг друга перекликивают. Ну вот, приступаем к домашним делам. Ну вот, друзья, приступаю каждое утро к такому ритуалу. Я проветрую комнату, убираю все, конечно, вещи. Моего мужа, спальню убираю. Кровать заправляю. Сейчас я даже тоже вытряхиваю это просто на улице быстренько. И все тело сбиваю, получается, на улице над балконом. И заправляю крайне внешней кровать. После всего этого, кстати, вот это белье у меня по цвету нравится, но оно так сильно пылит. От этого белье столько много пыли всегда, ну, это чистый хлопок, и он, конечно, сильно-сильно как-то пылит, этот хлопок. И я, конечно, каждое утро я протираю потом везде своим вот этим маленьким венчиком пыль, чтобы не сильно пылило это все по всей комнате. Убираю быстренько пыль. И вот. Каждое утро начинается. Дорогие друзья, вот это пустое место у нас в спальне. Сегодня мы поем в Икею. Надеюсь, мы купим комоды, которые я давно уже хотела сюда поставить. Раньше здесь, в этом углу, стояла детская кроватка Бибичкина. Мы ее отдали сейчас бабушке по папиной стороне, чтобы детки там могли спать у нее в гостях. И эта коробка просто там лежат еще фотографии, должны было вставить. Сюда хотела повешать раньше или расставить на эту полочку. Ну, пока не дошло дело, можно расставлю на комодах. Тогда у меня вот этот бокс тоже освободится. И здесь встанут именно отлично два маленькомода. Вот, поеду сегодня в Икею с моим мужем. Надеюсь, что-то найду и сможем купить, чтобы здесь наконец-то все стало на свое место. Показать уже. Смотрите, как у нас выглядит. Он сама наша Эльза поет. Ну, вот, дети уже поигрались, все подушки поснимали, сделали себе такой островки. И вот так у нас каждое утро потом маме убирай. Ну, вот, сейчас я буду делать завтрак. Папа ушел булочки покупать. Ну, вот, мой муж пришел с булочной. Я накладываю булочек, сколько мы примерно съедим. И остальные булочки я отправляю в морозилку, чтобы каждое утро можно разогреть и всегда свежее есть. Мой муж пожелал яички сварить. И я наливаю горячую воду. Я нагреваю так в чайнике всегда. И солю, чтобы яйца, конечно, легче было сварить. Сварить солью она помогает, чтобы, если яйцо лопнет, чтобы оно не вытекало. Ну, вот, нарезаю крошу быстренько. Делаю кофе. Отвариваю яички. И вот, кстати, взяла, нагрела яйца в простой воде. Они у меня все-таки полопались. А из холодной воды... Из холодильника получается, да? Это вот чисто из холодной яйца не лопнуло. Не знаю, почему у меня это не получается. Попыталась сделать вот такой лайфхак, что из нормальной воды и они лопнули странно как-то. А вот, если аккуратно положить, то оно не лопается. Вот так выглядит наш завтрашный стол немецкий. Здесь наши булочки свежие. Нарезала я грушу. Здесь еще остатки у нас дыньки есть. Здесь сыры всякие. Здесь у нас всегда колбаса внутри. В такой шальке я ставлю ее полностью на стол. О, Лилия, это вот здесь далось в целом Монстан. Здесь всякие колбаски у нас. Всякие корочка, заланы. Мы всегда так в пакетиках свежими вытаскиваем. О, фишки, здесь сыр, мармелад, Нутелло. То, что хочет, получается, выбирает сейчас. Ну вот. После завтрака я приступаю, конечно, к домашним заданиям. У меня еще кое-что было. Нужно было погладить после вещи. Я серьезно каждую неделю глажу. Ну, после каждой стирки, в основном, быстро, когда все высыхает, я просто начинаю гладить немного. Это там, у меня занимает это буквально где-то 20-15 минут. Во время игры дети играются. Ну, сын с папой, если выиграют какие-то настольные игры. А мы с Лидичкой пошли наверх. Она любит в пластилины играть во время этого. Ну, я ей помогаю иногда и сама быстро проглаживаю вещи. Мне нравится гладить, если честно. Это меня не утруждает. Я люблю гладить. Если когда Лидичка умеет заниматься самой, мне, конечно, это все равно всегда. Без дела я не сижу, и мне это нравится. На данный момент нас это не натруждает. Когда захотим, конечно, будем машинку сушильную иметь, но пока у нас нужды в этом нет. Ну, вот, разогреваю сейчас, конечно. И она меня часто зовет к себе. И помогаю ей тоже. Ну, вот. Дальше глажу. Опять она меня позвала к себе. Надо ей что-то помочь там. Ну, вот, всегда так бегаю туда-сюда, туда-сюда, как всегда. В основном всегда, если папа не занят, нигде не работает по выходным, или не на турнирах, то мы всегда вот так и делаем, что один с одним ребенком занимается, другой с другим ребенком занимается. На данный момент слушаем мы... Ну, вот она играет в пластилин. Слушаем мы нашу сказку на нашем Тони Бокс, на этой коробочке. Ну, вот она лепит всякое-всякое. Вот куколку облепила уже пластилином. Надела ее всякие костюмчики ей там делает. Ну, сейчас она добралась до такая игра Вакльцан. Доктор Вакльцан называется, где зубы можно делать и потом эти зубы лечить. Вот она старается сделать ей зубы, ему зубки. Вот. Во время этого она сама пытается... Ну, первую зубы уже сделал нижнюю челюсть, а вторую сейчас вверх лепит. На данный момент мы пытаемся с детьми очень много что-то делать, что-то заниматься, развивать их часто. Пытаемся очень много... Мы сейчас им не даем вот именно вообще... Совершенно не даем телефоны или другие медиа всякие смотреть. Пытаемся только в особенное время максимально часто давать телевизор. Вот это, конечно, натруждает нас очень сильно, что мы все время с ними заняты. Но, знаете, все это пошло на пользу, особенно моему сыну. Он намного лучше стал разговаривать, лучше слушает нас, больше прислушивается к всему, всяким мелочам. Я считаю это очень-очень полезно и лучше детям не давать всякие меди. Мадок, а для сраны. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас мы все� knew очень много, сейчас мы все очень много, вот что мы можем сделать вот и только... мадок, а для сраны. Мадок, а для сраны. Мадок, а для сраны. Мадок, а для сраны. А для сраны. ты можешь смотреть в спигель, там есть спигель, сейчас ты можешь смотреть это Ну вот, друзья, после того, что мы утром позанимались с детьми, поиграли, мы на обед отдали к бабушке по папе на стороне и поехали сами в Икею. Я уже говорила, мне нужно было в спальню два комода, ну и всякую мелочь, которую бы нашлась по пути. Очень было много людей в субботу в Икеа, и честно говорю, что не хотелось там долго оставаться при короне, сейчас, конечно, опасно там долго находиться. Ну вот, здесь всякие виды с патреля, как все это сделано, как все распространено, как это все сделано. Мой муж мне купил маленький цветочек, подарил. Всякую мелочевку я купила, обязательно покажу, для чего нужно. Ну и, конечно, комоды. Четыре пакета, два комода. И длинное зеркало мы купили, прихватили с собой. Зеркало нам нужно в прихожую внизу, что давно хотели мы его. Но все-таки мы не доходили руки купить. Ну, в общем, Икеа, она и в Африке Икеа. Знаете, одно и то же, конечно, во всех странах, то же самое система. Ну, дорогие друзья, мы были сейчас в Икеа, закупились, это какой-то ужас. Самая настоящая суббота в Икеа, лучше не ездить. Я поняла, что мне надо обязательно в другой день еще поехать. Мой муж сюда приехал, мы здесь по дороге. Икеа у нас в Ханнофере, в Мессе, где Мессе Гелленде, это Мессе, ну, где конгрессы, как называют Мессе, Мессе, Мессе. Где старый был экспо Гелленде, экспо в 2000 году. Здесь была большая выставка со всех стран. И здесь еще остались вот эти все знания. И в этом здании стоят БМВшки. И мой муж, конечно, не удержался, конечно, остановился здесь, посмотреть на пару машин. Ну вот, вот эти старые здания еще от экспо 2000 года. Это все, все это конгресс-центры. И здесь, конечно, очень много выставок делают. Ну вот, а так везде, вот смотрите, машинки стоят. И можно все рассмотреть, посмотреть, зайти внутрь тоже туда. И посмотрим, что он мне хочет показать. Во свете. Ну вот, дорогие друзья, он мне уже БМВшки кое-какие показал. Ну, смотрите, вон, целый цех ПМВ, здоровая. Здесь такая афиша, сейчас сниму это все. Ну вот, смотрите, такая значечка здесь. Мы идем сейчас посмотреть на кое-какие другие машинки. Называемые Феррари. Ну, посмотрим. Вот там сзади стоит Икея, видите? Синяя, вдалеке, там Икея. Вот здесь, смотрите, большое, большая БМВ здесь у нас. БМВ-центр большой. И здесь, конечно, очень много красивых машин стоит. Раньше мы ездили на БМВ, но сейчас мы перешли на ФОВ. Так как с детками, конечно, больше места нужно. Ну вот. Ну вот, еще остатки есть от этого экспо. Плаза тогда был 2000-й. Еще очень много здесь странных таких зданий. И сделано все очень интересно. Ну, тоже так есть. Вот такое большое заведение. И можно посмотреть, что у них там стоит. Конечно, машинки красивые за витринами. Мечты, мечты, которые не сбываются. Куда еще ребенка туда посадить, пожалуйста? Ну вот они. Красавчики там стоят. Красота надувная всех, кто знает, что такое Феррари. Ну вот. Здесь большое-большое место. Вот. Пару. Мой муж говорит, это даже четырех сиденья, что можно детей с собой взять. Ага. Вот. Смотрите. Смотрите. Модель. Смотрите, здесь есть такие вещи. Смотри, там есть дети. Там есть дети. У нас есть маленький хэк, потому что он имеет фронт-мотор. Он имеет фронт-мотор. Это все, где они обработали, на фронт-мотор. Движдер на фронт-мотор. Движдер там есть шващи, который есть под пакет. Да, маленький. Красиво. Красиво. Отлично. Мммм... Хороший вкус. Здесь, видите, что это за мальчик? Ты можешь взять эту штучку скидку скидку? Вверх, на стороне, у нас было что-то обристое. У меня на стороне скидку скидку. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот на этом заканчиваю Пишите комментарии Не забывайте Подписываться тоже Ну до следующего раза И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok